Российским контингентом миротворческих сил продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня в северной и южной зонах ответственности российским миротворцам ведется на 23 наблюдательных постах. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Продолжается оказание помощи в восстановлении мирной жизни. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания. Оказывается, гуманитарная помощь восстанавливает объекты гражданской инфраструктуры. За сутки при содействии российских миротворцев в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись более 2000 беженцев. Всего же места прежнего проживания вернулись уже около 15 тысяч жителей, ранее вынужденно покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий. Для оказания помощи жителям Нагорного Карабаха в восстановлении объектов социальной инфраструктуры и жилых домов российскими миротворцами обеспечена безопасная доставка в Степанакерт более 300 тонн строительных материалов. Специалистами Центра гуманитарного разминирования проведена очистка от взрывоопасных предметов участка местности площадью 1 гектар и 1,5 км дорог. Обследованы 78 зданий, в том числе школы города Степанакерт, а также станции фильтрации и очистки воды. Всего в ходе разминирования обнаружено 57 взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены. Для оказания квалифицированной медицинской помощи в Нагорный Карабах направлен медицинский отряд специального назначения в Восточном военно-округе, специалисты которого будут оказывать помощь и местным жителям. Подразделение укомплектовано опытными врачами и оснащено всем необходимым современным оборудованием, включая операционные блоки. Передовая группа медицинского отряда специального назначения в составе 37 специалистов с техникой для оказания неотложной медицинской помощи прибыл на территорию Армении и направляется в Степанакет. С 0 часов 25 ноября в соответствии с трехсторонним заявлением президента Российской Федерации, президента Республики Азербайджан и премьер-министра Республики Армения, под контролем российских миротворческих сил началась передача Кельбаджарского района Нагорного Карабаха Азербайджанской стороне. Для выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов установлены контакты с командованием противоборствующих сторон и местными администрациями. Также по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.